Девушки отдыхают Просто они проигрывать не умеют И грязью друг в друга кидаться начнут Вот Приглашение на открытие бобрового аквапарка Друзьям вход свободный А шарику вашему 200 рублей А что сразу мне-то? А нам лягушки после чемпионата твоего Всю воду замутили Еле успокоили Он всем медалей за первое место выдать пришлось Надо скорее заканчивать А то вот Мегеровна нас не отпустит Чтоб она позеленела Заносите, Игорь Иванович Только на меня не смотрите Я на лицо масочку нанесла Маргарита Егоровна Какое безобразие происходит Лягушки по всему берегу Посуду разбросали Пока все не очистите Из дома ни ногой Надеюсь, это отучит вас пачкать посуду А сегодня в клубе танцы будут Маргарита Егоровна Ну все Плакал наш аквапарк Не плачь, Вера Павловна Кажется, я знаю, как сделать так Чтобы Мегеровна от нас отстала Так, я не поняла Почему приостановлена воспитательная работа? Да мне вот бабушка крем прислала Омолаживающий Она в этой, ну, в косметической лаборатории живет Ну и шлет его кому попала А нам эти кастрюли теперь полжизни чистить Вот мы и решили компенсировать процесс старения Тебе нельзя, Вера Павловна Вдруг ты в младенца превратишься Омолаживающий, говорите? Мы бы и вам предложили, но... Крема мало, а у вас лицо вон какое, большое Воспитанные животные никогда не скажут женщине такую бестактность И вообще, вы и так молодые А некоторые еще и махномордые Только продукт переводите Наносите на лицо с закрытыми глазами И не снимайте, пока не отвалится Как-то у вас подозрительно радостно Я ведь вас насквозь вижу Ой, давайте-ка поиграем в города Так я буду знать, что вы ничего не замышляете Амстердам? Ну, Фиденька? Мурманск Молодец Так, по графику у вас пятиминутная прогулка Потом возвращаемся к работе И не забываем про города А знаете, может быть, мы еще и попадем в аквапарк Ой, кажется, я забыл в крем закрепитель добавить Вот она Вот она Горгополь Чего? На мягкий знак городов не бывает Тогда Горгопольск Мне на К Так Красноморск Было уже Ну тогда Нижний Красноморск Помню Славно там по путевке отдохнуло Ой Фантастика Я же лет десять сбросила Это еще что такое? Немедленно приберитесь, ложитесь спать А мне на танцы идти придется Такую красоту от людей нельзя прятать И есть еще силы Удару нанести Кто там? Это я? Пустовен Печкин? Ой Мы ничего не выписывали Мы читать не умеем Это я знаю Деревня Простокашина Ни писем, ни газет, ни журналов Раз в месяц продуктовая посылка из Тулы Да-да, с пряниками От бабушки моей Дайте угадаю Она у вас на кондитерской фабрике работает Да Извините Ошибочка вышла Надо Простоквашинских предупредить Простоквашинских предупредить Идет Идет Вот до чего романтика доводит Первый раз за 60 лет деревню перепутал Ой, меня же Марго в клубе ждет Няня ваша каблуки надела И через дальний овраг в клуб побежала Вот, как договаривались Итак Печкин Простокашина А Мегеровна ждет его на танцах И это значит Что мы все еще по разику прокатиться успеем Матроскин Я так в дверь не пройду Да, можешь не пройти Ну-ка присядь А вот так пройдешь Даже еще одна баночка влезет Мне срочно нужна бас-гитара Читай Бродячие термиты превратили в опилки Африканскую деревню Как деревню? А коровы не пострадали? Да термиты древесиной питаются Выше читай В школе номер 9 пройдет музыкальный конкурс И что? А то, что там девочка Оля будет Матроскин, ты за сколько меня научишь играть на гитаре? Ну, рублей за... Через месяц сыграешь пару песен, дядя Федор Месяц? Мне через неделю надо Тем девочкам нравятся барабанщики Ой, какое-то у меня нехорошее предчувствие образовалось Дядя Федор Дядя Федор На повестке дня один вопрос Как прекратить эту кокафонию? Мы все любим дядю Федора Но пора решить Либо мы, либо девочка Оля Меня впервые на собрание посвали Надо подумать Ну, я за нас голосую Правильное решение, товарищ Шарик Ну и как мы прекратим эту кокафонию? Есть у меня одна идея Дядя Федор Помоги фото повесить Не убегут твои барабаны Левый угол повыше Так, 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 теперь, теперь правый А где мои палочки? Это бродячие термиты Они и сюда добрались? Да, один такой в кепке А другой такой толстый Так, что происходит? Дядя Федор Мы просто немного устали от твоих барабанов Ты уж три дня без остановки барабанишь Надеюсь, в лесу я вам мешать не буду Ты что, Шарик, не знаешь, как термиты выглядят? Запаниковал я Врать не умею Зря мы тебя послушали Теперь вот дядя Федор в лесу пропал Ох, а в лесу мою музыку оценили Во, видите, сколько всего надарили Сейчас отдохну немного и опять играть пойду Здорово, Бобер Ты куда это собрался? Бобрусь к родственникам еду Дядя Федор ваш в лесу такой терарараб устроил Что звери едой вон скидываются Чтобы он хоть ненадолго замолчал Ну, это... Я... Я пойду Электричка у меня Да... Да Дядя Федор Ну, сыграй что-нибудь, а? Не буду Не вышло из меня музыканты А мы так не считаем? Ну, пожалуйста, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друг это тот, кто отдает Жизнь и косточку другу Друг это кот Друг это кот С дорогом спорить не буду Друг это ты Друг это я Я ищу я И корова моя Не забывай У тебя есть друзья Никогда не забуду Круг вас всегда Будет любить Несмотря на фиг вам и Ближе друзей Кто может быть Только папы и мамы Там, где друзья Будет успех И молоко И сметана Для всех Там, где друзья Будут песни и смех Где друзья С Meer Дарья Париж Гам Париж Париж Пофиг by Профиг Ах, помощнички! Ой-ой! Ого! Может, это родители? Колбасу прислали? Неизвестные коробки хуже Печкина. Откуда она здесь взялась? Да просто на крыльце лежала. Не будем ее открывать. Может, это межгалактическая посылка с приветом от внеземной цивилизации? Это ты у нас шарик с межгалактическим приветом. Закройте это северное сияние обратно. Ну вот, спугнул. Вас приветствует голосовой помощник Анфиса. Моя миссия отвечать на вопросы. Все, что мне нужно, это немного электричества и внимания. А вопросов к вам у нас нет, а электричества нам и самим мало. Здорово! У меня как раз вот столько вот вопросов было к вам. Спросите меня о чем-нибудь. Да чё с такой спросишь? Ни усов, ни хвоста. Анфиса, как дела? Поищу в интернете остроумный ответ. Лучше всех, но никто не завидует. Полезный поможет. Блесна не будет тускнеть, если накереть ее сырой картошкой. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Провязываем сначала вторую петлю изнаночной, затем первую и снимаем со спицы. Сейчас позавтракаем и за грибами пойдем. Ложка за папу, ложка за маму, за дядю, за деберя, за Шурина. Для того, чтобы избежать риска заболеваний, молоко нужно пить пастеризованным. Анфиса, а где в Простоквашино растут грибы? Известно где. На северном склоне у березовой рощи. Матроскин, ты с нами? Я бы пошел. Да у меня тут коровы, хозяйство. Помогайте комарам, а мы без говорилок справимся. Здесь нет электричества, зато воздух свежий. Почему вы так ко мне жестоки? Не знаю. Я же не голосовой помощник. А где Анфиса? И ее обратно унесли. Кто унес? А кто принес, тот и унес. Так мы ж не знаем, кто принес. Вот и кто унес, мы не знаем. Друг, это тот, кто отдает жизнь и косточку другу. Ой, да и не расстраивайся ты так, Шарик. Ну, мало ли, помощников голосовых. Что ты узнать-то у них хочешь? Ну, спроси у меня. Да я узнать хочу. Куда она делась? Подождите. Поищу в интернете. Результат не найден. А вдруг ее разобрали? И лежит-то она, родная, сейчас на каком-то складе. Никому не нужных Анфис. Да кто ее разберет в лесу-то? Анфисочка, как тебе помочь-то, а? Матроскин, да чего ж ты живое электронное существо-то довел? Ничего. Иногда и помощникам помощь нужна. Я просто хотела побыть частью семьи. Ой-ой-ой-ой. Все же я не понимаю, как помощник может быть без рук. Все тебе, Матроскин, практическая выгода нужна. А мне вот иногда поговорить хочется. Лучше тебе иногда помолчать хотелось. Анфиса, покажи нам кино для всей семьи. Нет, ничего проще. В моей базе 10 тысяч фильмов для всей семьи. А также видеоуроки по вязанию и сборник кулинарных рецептов. Ого! Вот тебе и говорил-ка! Что взять, что взять. От интересного собеседника всегда есть, что взять. Между прочим. Нашлась! Уделенная достопка! Ваша Анфиса из будущего каталога. Предпродажи пока за большие деньги. Таких у вас все равно нет. Прощайте, друзья. Для Анфисы мне ничего не жалко. Даже твоей зарплаты, Шарик. Так я говорил ему, волчья ягода. У Матроскин черника, черника. Все варенье волкам отдать пришлось. Это, конечно, интересно. Но вообще-то мы хотели узнать, как у вас, Вера Павловна, мандаринами объелась. В общем, я решила. И папа меня поддержал, что вам нужна помощь. Когда-то и я жила в таком чудесном доме. Мадам, вы за сметаной? Не готовы еще вечером приходите. Какой милый котик. Брысь. Собачка, надеюсь, привитая? Знакомьтесь. Это Маргарита Егоровна. Ваша няня. Наша кто? Мам, ну зачем нам няня? Чтобы нам с папой было спокойнее. Теперь можете ни о чем не волноваться. Работайте себе. А мы знакомиться будем. Э-э-э... Маргарита Егоровна? Как зовут? Дядя Федор. Феденька, значит. Не Феденька, а дядя... Поверь мне, мальчик, я знаю, как выглядят дяди. И знаю, как выглядят непослушные мальчики. А это что за чудесное дитя? Никакого уважения к заслуженному педагогу. Да. Над дисциплиной придется поработать. Совершенно верно, Маргарита Егоровна. Дисциплины и порядка в этом доме не хватает. Эта комната мне подходит. Несите сюда мои чемоданы. И вообще-то я здесь после обеда отдыхаю. Эй! Дед! Мама, мама! Мы с твоей мамой составили список книг для внеклассного чтения. Это на сегодня. Телефон и другие игрушки сдаем. Как-то сдаем? Они же мне для работы нужны. Еще одно слово. И для работы тебе понадобится только цепь и конура. Правильно, Маргарита Егоровна. Может, он теперь чем-нибудь полезным займется. А у меня, между прочим, молочное предприятие. А у меня, между прочим, непереносимость лактозы. Ну, раз для дисциплины надо, Гаврюша за старшего. А где мои коровки? Им здесь было тесно, и я их отпустила. А для оранжереи это помещение очень подходит. О, как ты валялся В ногах у меня Ты весь изгибался Нам надо срочно отделаться От этой Маргариты Мегералды. Ха! Проснулся! Тебе ж нравилась дисциплина и порядок. Или нравилась. Хочу, чтоб все было как раньше. Тама-тама! Нет, это уже слишком. Надо, чтобы она сама захотела уехать. Через пять минут обед! Манная каша с комочками! Затем все сейчас! А мне, я думаю, будет очень полезен пикник на воздухе. Привет, соседи! Можно я у вас в коровнике переоденусь? Искупаться хочу! Боюсь, на речке велосипед сопрут! Да делайте вы, что хотите. Нам теперь все равно. Эй, воспитуемые! У вас что, нет корзинки для пикника? А вот же подходящая корзина. Хм. А ты смышленый, Феденька. Дядя Тодор, ты гений! Печки на велосипедуем в прыжок с отрад! Вижу, огушеки решили выращивать. Молодцы! Я от вашего молока уже в детство впадать начал. Ха! Что же вы наделали, ироды? А это не мы. Это няня вон наша, Маргарита Мегерна. Слышите, в доме поешь. Чай о вашей Маргарите Гангриновне! Голосок-то подправлю! Ну все, можно ее чемодан и обратно выносить. И больше не смейте без стука вламываться к даме в двор. Понятно, понятно. Фух, вот эта женщина. Кого-то она мне напоминает. Маргарита Егоровна, корзиночку вашу куда определить? Под тем деревом на кровати Игорь Иванович. А сливки где? Виноват? Одну минуточку. Сельфо сгоняй. А вы что стоите? Марш в дом. Каша на столе. Потом чистить зубы и спать. Ничего, мы проиграли сражение, но не проиграли войну. Матруска, ты зачем пятно-то оттираешь? Оно ж никому не мешает. Это на леопарде пятна красиво, а на полу антисанитария. Антисанитария, что? Безобразие бесформенное. Не понимаю. Тебе и не понять, поэтому слушай команды. Выноси из дома все лишнее, будем генеральную уборку делать. Команды, Матрускин, в цирке хороши, а дома важнее согласия. Я бы отказался. Но что поделать, чистоту я люблю. Вот жить без нее я не могу. И прям-таки обожаю. Любишь чистоту? Тащи старый холодильник в коровник. Эх. Че это вы ценным оборудованием разбрасываетесь? А мы и не разбрасываемся. Все лишнее из избы выносим. Так Матруска им приказал. Старый холодильник, говорит, со старым коровником лучше смотрится. Наводим порядок. Поможете дяде печке? Не-не-не. Почта по субботам только до трех работает. Вот и хорошо. Вот и никаких пятен. Эх, в чистом доме и спится по-другому. Конечно, по-другому. У меня вот от ваших генеральских этих уборок бока так гудят. Спать больно. Это не боль, Шарик. Это приятная усталость. Че это такое? Кто это сделал? Зачем стараться наводить порядок, я понимаю. Но зачем стараться беспорядок наводить? Мне уж не понять. Если никто из нас этого не делал, значит, пока мы спали, в дом зашел посторонний, принес из коровника холодильник, нарисовал пятно и раскидал во дворе дрова. Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы каждый день по холодильнику выбрасывать? Это старый холодильник. Так и вчера был старый. А это старый-старый холодильник. непостижима. Непостижима. Дядь Федор, давай не будем дрова пока складывать. Их же все равно кто-нибудь разбросает. Как же наш ночной гость беспорядок устроит, если мы перед этим порядок не наведем? Давай посреди двора поленья сложим и вредителя разглядим. Ой, так... Мне нужно просто принять свою судьбу. Каждое утро я пью молоко, что поделать? Буду еще и пятно оттирать каждое утро. Погоди ты, Матроскин. Сейчас узнаем, кто стоит за всем этим безобразием. Очень интересно. Я б ему трепку задал. Матроскин Так это я? Я ведь даже сладкого не ел. И что мне теперь? Самому себе трепку задавать, что ли? Я одного не пойму. Ну, не проще ли днем на солнце выть? Погоди ты, Матроскин. Шарик больше тебя переживает. Похоже, просто лунатик. Не переживай. Многие известные люди лунатиками были. Певец Элвей Спресли, например. Так это же когда было, Пресли? Это мы холодильник никогда и не выкинем. Пресли. И пол никогда не отмоем. Мы твою особенность на пользу общего дела определим. Что это такое? Кто это сделал? Эй, плюс, и плюс, и того два плюса Что у тебя за бухгалтерия такая? Одни плюсы Очень даже прибыльная Добрый день, дядя Печкин Вы что, следите за мной? Да это вы в чужие дома подглядываете Никуда я не подглядываю, где я подглядываю? Я вообще, может быть, о вашей безопасности беспокоюсь Проверяю, так сказать, все ли у вас тут нормально? У нас все хорошо, спасибо Очень хорошо, что у вас все хорошо Хорошо, но и для всех хорошо Хорошего дня И что это с ним? О, по симптомам на тепловой удар, похоже Тихо ты, все заново Я вас поздравляю Я заболела Будьте здоровы Буду До сначала лечения И правильно это летом окна закрывать Окна для того и нужны, чтобы летом их держать на распашку Никаких до распашку Это для вас, котов, простуды шутки А у нас, знаете ли, где девять жизней? Плотнее закрывайте Кстати, я считаю, трудоспособность потеряла Шарик, посмотри-ка в интернете Что мне там по социальному страхованию положено Эх, дело ваше, смотрите А я пошел, у меня, знаете ли, работа Не в коем случае Во-первых, заразу разносить нельзя А во-вторых, запустишь сквозняк А мне сквозняк противопоказан Голос потеряю И как я без голоса буду в Доме культуры петь? Ну, поют же некоторые Матроскин, не ворчи Достань лучше варенье А зачем вы печку топите? Лето ведь, жарко Надо держать голову в тепле Болезнь, Феденька, она как елка И зимой, и летом одинаковая Да, Шарик, говорил я тебе, иди в баню Но не думал, что мы там оба окажемся Так, если простуда, значит, должна быть температура Должна быть Нужно ее померить Странно Тридцать шесть и шесть Прям как у нас в доме Ну вот, значит, это не простуда Ура! Все здоровы! Открываем окна, запускаем сквозняки Может, это тропическая лихорадка? Тут вот написано А болтустый шарик, где ты у нас пристокваши на тропике нашел? Так в Доме культуры пальм стоит, в горшке Ну или аллергия на что-нибудь Вот, тут же все симптомы совпадают Все ясно Это явно аллергия до шерсть животных Апчхе! Ой-ой-ой Так аллергия может быть и не на шерсть? Определенно на шерсть Есть у меня аллергия до ромашки Но, ромашек, я тут не наблюдаю А шерсти полный дом Значит, теперь у нас два варианта Либо вы уходите жить на улицу Либо Вот еще! Не буду я шерсть остригать Я, между прочим, в ней живу Она, так сказать, моя собственность А на собственность покушаться у нас Законом запрещено Тогда в одной комнате Там находиться нельзя И, пожалуйста Я лучше в коровнике спать буду Чем без шерсти Тоже в коровник? Нет Да нет В коровнике интернета нету И перспектив никаких Ладно уж, старегите Отрастет Вы извините, я пирожок у вас взял Больно он вкусно лежал Маргарита Егоровна Вы мой небольшой утренний сюрприз Нашли? Какой сюрприз? Вот, утром нарвал С дальнего поля ромашки Да это же... Апчхи! Ах! Апчхи! Маргарита Егоровна на ромашки аллергия А у вас, видимо, на рыбу Да? А как вы поняли? Да вы весь красный А эти пирожки с рыбой А я-то думаю, чего у меня язык набухает? А о таких вещах предупреждать надо Ах, предупреждать его нужно Апчхи! В таком случае предупреждаю Ромашки свои Апчхи! Надолго запомните Ну вот, я же говорю Не на шерсть На такую шерсть, как у меня Аллергии не бывает Апчхи! 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 Матроскин, вот ты такой серьезный фермер А бижутерию свою в бумажной коробке хранишь Не бижутерию, а бухгалтерию Балда ты деревенская Если я сейф куплю, мне в нем уже нечего хранить будет Знаешь, как он стоит? О! Это что? Медаль за скупердейство А ну отдай! Это мой первый заработанный рубль Моя прелесть! У меня как-то раз перед выступлением концертное платье пропало Да Я ведь раньше пела И знаете, кто это сделал? Хм! Конкурентки Слышь, Матроскин, а у твоего рубля какие-нибудь особые приметы были? Да он весь особенный, ну такой круглый, с цифры один Ясно Он был счастливым, но без него моей ферме быстро конец настанет Да ладно, Матроскин, не преувеличивай А… Eigенн Inspector Матроскин У грей Реша И입니다 Форекс Он был сильным Требей танцуй матроскин мы ее нашли кого ее но это твою как ее прелесть точно как ты говорил круглый с цифрой 1 нашелся мой счастливый рубль нашелся живут же люди сейфы в деревне первым классом получать так вы до горячей воды докатитесь самый последний модели теперь мой рублик точно в безопасности будет тупой то есть сейф ударил током медленно освободите меня погодите пусть подозреваемая объяснит что она делала возле моего сейфа подозреваемая то есть я хотела попить воды воды так я и поверил понимаю молока закателось или там компоту если вы сейчас же не снимите с меня эту сетку я сообщу обо всем родителям фетеньки и тогда стойте а цветочек ей зачем может она в нем от мышки прячет сейчас я проверю матроскин мы должны тебе кое-что сказать в сейфе не твой счастливый рубль как это не мой как домой я его сразу узнал мы тебе обычный рубль из копилки дяди федора дали чтоб ты не расстраивался жалко нам тебя а где же тогда мой он же мне удачу приносит но раз ферма и с этим рублем ожила значит дело не в монете а в тебе значит ты сам себе удачу приносишь а ведь верно я сам себе приношу удачу а куда это мой слон делся вот здесь слон стоял это галчонок а ну верни фигуру птица вот он мой счастливый рублик а может этот может и этот или этот да неважно не в рублях счастье главное мои коровки меня и так любят а но и а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это с нашей птичкой? Может, к дождю? О, у меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Начните с хорошей. Тогда плохая не получится. Ну, тогда начните с плохой. Ага. В сторону Земли летит комета. Так в газете «Сельский оракул» пишут. Может, мимо пролетит, и мы только рады будем, а может, прям к нам. И тут же ничего не поделаешь. Это как с дальними родственниками. Какая же тогда хорошая? А хорошая в том, что все это не точно. Обычно перед стихийными бедствиями звери и птицы странно себя ведут. Но я пока ничего такого не наблюдаю. А с какой стороны комету ждать? Само собой. Сверху. Вы как хотите, а я здесь не останусь. Про комет хорошо в газете прочитать, а не вживую встретить. Вот я 30 лет назад шаровую молнию языком лизнул. Ничего хорошего. Так что я уеду. В моей коробке! А куда ж вы поедете? А в Австралию. Там тепло, и кенгуру по улицам скачут. Ну, счастливо оставаться. Не бойся, Матроскин. Ничего с твоими коровами не случится. Когда комета в последний раз прилетала, динозавры исчезли. А все потому, что о них позаботиться было некому. Слушайте, давайте лучше праздник закатим. Печенье испечем. Кто-то кино с попкорном смотрит, а мы комету с печеньем. За хозяйством глаз да глаз. А кометы смотреть, только зрение портить. Комета. Это прекрасно. А во мне чувство ужасного развита. Инстинкт самосохранения называется. А я вот эту комету на видеокамеру засниму. Часто ли к нам в огород космические тела залетают? Здравствуйте, соседи. И вам не хворать, дядь Печкин. Быстро вы что-то из Австралии вернулись. Это вас там вежливости научили? Это у вас так вкусно пахнет, что вежливость сама лезет. Австралия, она где? А печенье, она вот. А это что за секретные технологии? А это мы, дядя Печкин, хотим комету заснять. Чтоб наверняка. А я вам вот секундомер как раз принес. Время отсчитывать. С ним комету точно не пропустим. До прилета кометы остаются считанные секунды. Левее. Чуть-чуть правее. Ага. А вот когда звезды и кометы падают, нужно желание загадывать. Начинаю обратный отсчет. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Один с половиной. Один с четвертью. Один с детью. Фуек. Заклинило. Чудо. 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 Что, уже все? У меня все. Запись у них не получилась Так и конец света не получится Радуйтесь Надо же, как вышло В нужный момент все вместо кометы на камеру смотрели Ну, может, хоть камера что-то видела Шарик, ты-то хоть чего загадал? Чтоб моё видео собрало миллион просмотров А я вот не жалею, что комету пропустил В моём возрасте яркие переживания противопоказаны Мне и от печенья впечатлений хватает Вон, из нас, из всех Только матроскин кометы видел Да и то видел, а рассказать не может Чудо А что с канавой-то делать будете? Там у вас вместо убежища прям море Так, достаточно восторгов Пора и за дело У нас к хозяйству озеро прибавилось Будем там карпов разводить Откроем новое направление Морепродукты Тама-тама Тама-тама Чудо Ну, сейчас перекусим и за работу Я коровам сено дам Ты, Шарик, с водой сходи Дров наколи, посуду помой Дядя Фёдор уроки будет учить Вот, всё как всегда А чего это с вами? Дверь открыть некому Не пойму, отчего все вялые такие Но ведь не больше семи дней в неделю работают Британцы налево Терема права Ну и дела Может, болезнь какая-то Сонный вирус Ленивый грипп Одно и то же каждый день Вот и сил нет никаких Лёг в стол Новый год Ну а что же делать? Корпоратив надо делать Стол от вкусного ломится Столичная звезда поёт за душевную песню Раз в год праздник устроишь А силу работников на целый год На целый год? Это меня устроит Ну, так и быть Будем делать этот ваш Корпоратив Нам всем сказочно повезло Ведь звезда Это я Да ладно Какая же вы звезда? Крупная Столичная А вот продемонстрируйте Столичной гости Богатство и вкус Сделайте шоколадный фонтан А мне что делать? А вы, Игорь Иванович, вредничать будете А, это завсегда пожалуйста Ой Дорогие друзья Этот год выдался непростым Но следующий год тоже Выдастся А теперь Конкурсы Конкурс по упаковке посылок В левом углу Заслуженный и единственный В простоквашино-почтальон Дядя Печкин В правом углу Вера Павловна И Тама-Тама Начали В нашем деле без инструкции никак Регламент Упаковки посылок Бомберолей В условиях сельской местности В осенне-зимней В конкурсе по скоростному доению Побеждает Маргарита Егоровна Настоящие звезды Умеют все С такими конкурсами Дилетанты нас без работы оставят Не забываем Что настоящий корпоратив Состоит из звезды И из еды Вот это номер Жарик Так ты не только лаяц Ты и готовить умеешь Кулинарных видео Насмотрелся Ну А теперь Гвоздь программы Я Встречайте Только сегодня Только для вас Поет несравненная Ну Потому что никто не сравнивал И неподражаемая Потому что никто и не подражал Анна Белла Коко Рождественская Наши таланты И ваши аплодисменты Так Горячая до моего номера Не есть Кто там стучит в окошко Скребется Словно кошка Заждался У порожка Кто там Кто там Кто там Как этот гость настойчив Стучится Стучится Среди ночи Узнать хочу я Очень Кто там Кто там И кто бы мог подумать Настоящая звезда Столичная Поробная Как и обещали А это Новый год К нам Стучится Стучится О чем мы так мечтали Все случится Все случится А теперь Изюминка Корпоратива Шоколадный Фонтанирующий Рукомойничек Ну а теперь Горячие Прекрасный Карпатник Завтра Вот такой же мне На почте Организуйте Шарик Ты со мной Бери фотоаппарат Здесь срочное дело Матроскин Смотри Получается Нет времени На клоунаду Матроскин Тут не один Ты делом занят У других Тоже Свои интересы Существуют Существует Шарик Только то Что приносит Пользу От колеса твоего Какая польза? Такая польза Что этот цирковой Номер будет Мы вечером во дворе Аттракцион устроим Давай с нами Матроскин Некогда мне Дяде Федор Фокусы разучивать Я к конкурсу Фермер года готовлюсь Пошли Шарик Завтра печки Газету принесет А на первой полосе Я с буренками Откуда ты знаешь? Ты не победил еще Да я и в конкурсе Фермер мира Первый приз возьму Главное создать Правильный образ Ну пошли В коровник позировать Теперь шарик Самое главное Фермер мира Без коров не бывает Куренки прекрасны Ну и я тоже Ты главное Все не испорти Своими фотографиями Караул Обворовали Фермер Павловна Ты их видела? Тому-тому? Ну похитителей Ти-тюй Катастрофа Похитили Средь бела дня Увели Что случилось Матроскин? Коровы исчезли Только что были А потом раз И нету Успокойся Матроскин Ну не могли же Они исчезнуть Корова не иголка В стогу сена Найдется Может быть Ты смотрел Невнимательно? Да как же Невнимательно? На дворе нет Коровники нет Не сквозь землю Они провалились Там Там Ай Вера Павловна Не до игр мне сейчас У меня корову вели Да Там Там Нашлись Ах вы проказницы Я уж думал Все Осиротел Что такое? Нарисованные? Это что за шутки? Так Товарищ Печкин Нужно срочно дать объявление Во все газеты О пропаже коров А у этого гражданина С велосипедом Разрешение на осуществление Почтовой деятельности Спрашивали? Одни картинки Кругом Не поговорить Не обняться Тьфу! Вот И я так думаю Тьфу! Ааа Самозванец И нос снимай Так что у вас тряслось? Да катастрофа Стряслась Коровы мои Чу-чу! Совсем вы Со своими коровами Рассудок потеряли Вот же они Теперь про меня Точно в газете напечатают Посмешище года Животновод без животных Пошли, матроскин Вместе твоих коров поищем Веди нас, Вера Павловна Второй Та-ва 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 та-зи Та-ва Ааааа Ура! Зашли! Та-ха-ха Настоящие Недорисованные Зарисованные! Эй, надо же! Грубый! Олимпийский! А теперь гвоздь программы! Неподражаемая пара художников и лизионистов! Гера Павловна и Тама Тама! Номер с исчезновением! Ой! Гера Павловна! А он точно по наружку исчез? Я бы на вашем месте недвижимое имущество застраховал от любых фокусов! А что, похож? А главное, молчи! Мама! Папа! Ну вот, а ты расстраивалась, что культурной жизни в провинции нету! БПТ! Большой Ростоквашинский театр! Браво! 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 Коллега, а буфет вас где? Ой! А вы уверены, что наш чердак похож на мансарду в этом? В шале? Как чердак назовешь, так в нем туристы и заживут! И откуда в нашей деревне туристу взяться? Из объявления! Дополнительный доход лишним не бывает! К осени, глядишь, коровник модернизируем! Для начала мою зарплату модернизируем! Я требую прибавку за туризм! А в че?! И за вредность! Простите, за нашу вредность или за вашу вредность? Ну, что я говорила? Вот и первый клиент! И помните, клиент всегда прав! И не забываем про улыбки! Проходите, гости дорогие! Здрасте, здрасте! Это у вас массандру в шале отстают! Печкин?! Я и не знал, что туризм настолько внутренний бывает! Прям соседский! А зачем далеко ехать? Я ваше объявление в газете увидел и решил, что здесь отдохну! На дороге сэкономлю! О, вы сказочно мудрые, Игорь Иванович! А что же вы стоите? Проходите! Чемодан оставьте! Консьерж подымет! Ведь вы теперь отдыхающие! Вот увидите наше гостеприимство на пять звездочек! Да, тяжелые у вас звездочки! Что хорошо, на курортах можно попробовать местную кухню! Вы от меня бутерброд-то не закрывайте! У вас в объявлении что сказано? Все включено! О! Кстати, а как у вас тут с достопримечательностями? Что в опере дают? Где дикий пляж? Пляж там, где и был! Рядом с коровьим водопоем! А опера у нас тут только Маргарита Егоровна поет! Ну, ничего! Найду как развлечься! Ну-ка, одолжите мне свой телефон с фотокамерой! Хочу себе селфи сделать! Чтоб себя вспомнить! Можно, между прочим, в зеркало посмотреть! Конечно, Игорь Иваныч! Пока у вас оплачено, все вещи здесь ваши! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот кто тебя, Матроскин, просил в объявлении приписать в дискотеках подарок? Терпите теперь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы чё такой грустны? У вас же отпуск вроде. В отпуске роман полагается. Из-за романов у нас только Дюма. Двадцать лет спустя называется. Мне б сегодня, а то двадцать лет спустя и вспомнить нечего будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Маргарита Егоровна! Разрешите одинокому постояльцу помочь вам в домашних хлопках? Вы так добры, Игорь Иваныч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ну-ну-ну, поосторожнее. Простыню лучше всего складывать по инструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Иваныч, а вы будете мне писать? Нет, я письма по адресу доставляю, а не пишу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, электричество за три дня месячную норму нажёк. Но в убытке не остались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте вам! Давно не виделись? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо отдохнули. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, шалема, сандра, романтика, спа, всё как полагается. Вот вам охота и рыбалка, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Правду говоря, отпуск меняет людей. С соседями только не повезло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, нет, не меняет. Вам занимательное скотоводство, вам раскраски. А вам писем нет. Зато есть рекордная квитанция. Можете оплатить прямо сейчас через мгновенный аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...